Рёв моторов, виск тормозов и невероятные трюки на машине – всё это автомотофестиваль первый. На раскалённом асфальте Олимпийского парка своё мастерство показали пилоты в парном ралли-спринте, автомногоборье и дрифте. Для гостей на выставке было представлено более ста эксклюзивных моделей автомототехники. Фестиваль проходит в Сочи уже второй раз. В прошлом году он состоялся в октябре, в преддверии Формулы-1. На этот раз организаторы решили передвинуть мероприятие на лето, чтобы вписаться в календарь соревнований. Кроме того, в этом году изменилась и программа фестиваля. Безусловно, это не спорт в прямом виде, это больше фестиваль и шоу. Но в этом году проводим соревнования на Кубок первого по дрифту. Немножко, конечно, мы изменили направление фестиваля. Если мы в том году делали максимальное усилие на тюнинг автомобилей, то в этом году больше на элемент спортивной составляющей, чтобы можно было показать какую-то борьбу и так далее. В этом году значительно расширилась и география участников автомотофестиваля. Сюда съехались лучшие гонщики из разных регионов страны. Все-таки большинство из них – сочинцы. Так Владимир Потаскаев готовится к показательному выступлению на своем карте. А вот Александр Самарцев целый год готовил свою машину к соревнованиям по дрифту. Он мечтает выиграть Кубок первого по этому виду спорта. Кстати, оценивать выступления гонщиков будут приглашенные топ-пилоты России. Главные критерии оценки – угол, скорость, траектория движения и зрелищность. Основной судейский процесс будет заключаться в судействе парных заездов. Это когда две машины едут на минимальном расстоянии. Задача второго – быть буквально тенью его преследовать. Но обгонять нельзя, но повторять абсолютно всю траекторию, все движения того, что делает первое. Потом они меняются местами и, соответственно, происходит еще один заезд. И вот по результатам этих двух заездов судьи выбирают, кто все-таки был лучше и первым, и вторым. Все гости праздника окунулись в удивительную атмосферу конкуренции, соревнований и мастерства. В следующем году третий автомотофестиваль организаторы планируют сделать еще более зрелищным и ярким. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.